Во всей контролирующей инстанции запрос о том, чтобы люди могли провести эту экологическую экспертизу, ознакомиться с документами, с производством, с оборудованием, с паспортами. Везде отписки. Ни одна структура сказала, что они не могут предоставить, а вот эти вот ребята, область полков, сказали, что у них вообще документов нет. Знаете, что они сказали? Обращайтесь в iPower. В iPower мы месяц назад обратились, они нам вообще проигнорировали. И что мы с укромным отладкими? Как обманывали брещан, так и обманывали дальше. Вчера была прямая линия с Клецком. Человек ничего не может сказать на прямой линии. Для меня удивительно, как будто не два года это постоянно длится, а как будто только вчера известный стал, и он только вчера с отпуска приехал и ничего не знает. На самом деле он должен владеть ситуацией, как первый зам, очень плотно, если даже глава государства взял на контроль. Не зря глава государства сказал, что пока он не подключился, никакого результата не было. То есть вчерашняя прямая линия этого говорит, что вертикаль власти вообще не работает, более того, ее указания игнорируются. По этому поводу тоже написано заявление, что нельзя игнорировать распоряжение власти о закрытии завода. Должны быть какие-то меры приниматься. А меры какие принимаются? Такие, что каждый день более 30 человек приезжать на предприятие, оно что-то как-то функционирует. Причем не допущено к производству. То есть незавершенный строительный объект, не прошедший государственную экологическую госстроэкспертизу, актов ввода. Поэтому обман настолько сейчас стал вылазить везде, что это немножко ужасает. Даже игнорируется, либо саботируется распоряжение главы государства. Либо есть какой-то секретный документ, который просто он общественности не обозвучит. Он сказал на публику, возможно, что... Причай, не успокойся, все хорошо, а всем остальным сказал, завод запускайте. Вывоз отходов. Две фуры отходов вывезены. Это полномасштабная производственная деятельность. Посмотри, Дима, они вот это получают старые аккумуляторы переработали? Понимаете, мы сейчас можем много чего гадать, но факт остается фактом. Отходы. Есть официальная бумага Брестского уголкомитета, что вывозили отходы. Отходы образуются только от производственной деятельности. Разговор о том, что пусконаладка, фильтр, хепа, какой-либо другой, он просто работает, либо не работает. Пусконаладка для производства включил, машина стала правильно работать и дальше. А когда у вас две фуры отходов образуются, это полномасштабная производственная деятельность. И не надо далеко ходить. Ответ УДФР, ГКК Побритской области. С февраля месяца незаконная производственная деятельность. То есть для меня это обман. То есть область полком берет сейчас людей в лицеклец и вводит просто в заблуждение. И опять же, если спроецировать это на выборы, почему люди пошли на выборы? Да потому что вертикаль власти, она вообще бездействует. Она просто, для меня это покрывательством занимается. И с шулером, шулеру нельзя верить, когда играешь. То есть если в карты играешь с шулером, ему нельзя верить. Поэтому инициативная группа, 4 кандидата, которые прошли, которые собрали более тысячи подписей, для подстраховки некоторые из них, повторяю еще раз, потому что два года переписок, два года вранья, она подвигла к тому, что нужно искать запасной вариант. Некоторые из них вступили в членство партии. Это был подстраховочный вариант. Но подписи, чтобы все понимали, более тысячи голосов были собраны, и они предоставлены в соответствующие государственные структуры. То есть если какие-то будут провокации, манипуляции о том, что кто-то не собрал документы есть, это можно проверить. То есть прещание, все-таки они против завода, и 4 кандидата, они прошли. Ну и вот ситуация следующая, что якобы людей хотели успокоить, что завод не работает. Завод не закрыт. Завод что-то делает. Какую-то производственную деятельность он осуществляет. Чтобы все понимали, завод не закрыт. Все думали, что завод закрыт. Это якобы повешенный замок, глава государства сказал, нет, вывоз отходов документально подтверждается. То, что идет мямление со стороны первого заместителя госполкома, он не может ответить на уже вопрещущие вопросы, которые документы он сам подписывал. Спрашивается, откуда вы взяли информацию, что завод не работает в период июня месяца. Вы же давали такой ответ? Да, давали. Почему вы не давали такой ответ? Я вам позже отвечу. Как человек, когда ты готовишь и подписываешь ответ, и ты за него не можешь ответить, за ту бумагу, которую подписал. То есть, ну, замылимание, замалчивание вопросов. Поэтому рано стали люди успокаиваться, что все хорошо, что все решилось. Ничего не решилось, а более того, учитывая последнюю прямую линию, все не очень, не безоблачно. А 25 октября, напомню, что распоряжение 25 октября, возможно, завод снова начнет производственную деятельность. Бесконтрольно. Вы понимаете, что завод на самом деле никто не контролирует. Туда не приезжает ни одна служба, ни вторая, ни третья. То есть мы звоним, вот столько человек приехал. Дали штраф один раз. Второй раз звоним, вот ничего не поменялось. А мы не можем второй раз штраф дать. То есть задача контролирующего органа не контролировать сам производственный процесс, а как дать штраф за нарушение. То есть второй раз штраф мы не можем дать, а мы и приезжать не будем. А пишите в письменном виде. Звук в КНС идет. Да, водоканал часто сейчас ездит. Надо дать должное. Ну, где природа охраны? То есть были на приеме у Шелинчука. Ну, я не знаю, кто видео смотрел. То есть люди, не видя отходов, когда я был. Вы видели вообще отходы? Что он возил? Нет, нам это не надо. То есть ситуация такая. Айпауэр пишет бумажки. Родоохране пишет бумажки. Облсполкома. И они эти ответы уже, как сказать, юридически очищают и пишут от себя. Ведь вдумайтесь, когда он говорил пар. Это пар. Любой пар, проходя через хепа-фильтры, через другие фильтры, он просто забил бы их. То есть система такая, что оно должно поезжать через фильтры. И этот человек в здравом уме первый замк такую околесницу несет. И еще один момент. Все знают, что когда глава государства дает какой-то приказ, все что-нибудь быстро исполняет. Прошло более месяца. Ничего. Просто ничего. Все люди, которые давали отписки, они при власти. А охрана природы, облкомитет, она при власти, никого не уволили, не наказали. А что это такое? Это же значит, что они правильно делали? То есть все отписки они давали правильно. Что аэрозоли свинца образуется только от 500 градусов, вопреки законам физики. Это все правильно. Поэтому идет вранье, и вранье не прекратилось. А 25 октября очень скоро, а по последнему ответу вообще с Министерства природы они вообще сказали, если сейчас завод готовит, дорабатывает проектную документацию, будут давать ее на экологическую экспертизу, если она проходит, завод запускается. То есть даже слова нету о том, что сказал президент, об общественной экологической экспертизе. То есть Айпару что-то делает, дорабатывает, дает на согласование, если все в порядке, оно проходит. То есть вдумайтесь, для меня это уникальный момент. Президент говорит одно, все остальные вокруг говорят другое. Мы об этом пишем, то есть заявление пишут регулярно. Говорится об этом, вот пожалуйста, нарушение законодательства, нарушение законодательства, нарушение законодательства. Все бумаги, опять же, отсылаются в Брестский облсполком. Брестский облсполком, я уже смотрю даже, раньше они как-то меняли ответы, то есть кто-то что-то писал. Сейчас они просто абзацы меняют друг с местами и подписываются к Леццам и высылаются обратно. Все. Понимаете? А последнее заявление, это вообще шикарно. Документов нету, мы не являемся, ничего не можем сделать. Обращайтесь в Айпару. Вруг замкнулся. То есть понимаете, мы должны обратиться, кто нарушитель, кто нам никогда не давал документы, всячески увидел, обращайтесь с ним, как общество может провести экологическую экспертизу общества, не имея документов, не имея возможности ознакомиться. Поэтому вранье, еще раз вранье, и, к сожалению, я, честно говоря, надеялся, что если президент сказал, что это будет выполняться, вообще ноль. Потому что он сказал просто для людей, чтобы выпустить парк. А для них он сказал совершенно другое. Тысячелетие встретиться. Совершенно другое было сказано для них. Я в этом не сомневался. Привет, Димушка, привет. Вот, поэтому... Голикову привет. Брещанам нужно мобилизоваться. Ну, просто обманули, Брещан просто взяли обманули. Ну, что успокоили, конечно. А исполнительная власть, это вообще шикарно. То есть, издаются распоряжения к выполнению, а юридическое лицо вообще плевать на это хотело. Работает документально, физически отходом подтверждается. И у всех все хорошо. Никого это не волнует. То есть, сейчас завод запустится, допустим, завтра. Если варта снимется, люди, которые контролируют, он запускается, начинает дымить, и все в порядке будет. Никто туда ездить не будет, никому он не интересен, все хорошо. То есть, благодаря людям вообще какое-то движение пошло, что вот люди, которые дежурили возле завода, все это вскрылось. Уже более полугода, кстати, они там находятся. Ну, какие могут быть? Какие могут быть? Вы знаете, мне очень понравились меры, как в китайских городах матеря делают. Вот мне, лично мне это понравилось. Их не пугает... Я говорю сейчас про Китай, это мое личное мнение. Матери за здоровье своих детей шли на полицейских. Они жгли машины возле завода, которые пытались вывозить отходы. И они отстояли. Закрылись те заводы? Те заводы, да, некоторые даже и не открылись. Мне понравилось в Чили, как люди протестовали. Они выстрелились в очередь, взявшись за руки. Они 300 километров шли до столицы. Мотивировка у людей, они за здоровье своих детей действительно готовы бороться. А почему-то люди, которые в Беларуси, они готовы сидеть в квартирах, лишь бы было тихо, лишь бы 200 или 300 долларов, которые они получают зарплату, лишь бы не отобрали. Хотя этих денег, здоровье детей и деньги, это вообще несоразмеримые вещи. Вот и все. Поэтому, как я вижу, учитывая так, как складывается сейчас ситуация, какой идет обман, какое игнорирование идет, поручение главы государства, ну, у меня такое мнение, что исполнительная власть специально толкает людей на более радикальные, но законные методы. Чтобы понимание было, что она не толкает нас перегораживать дороги, она говорит, ребята, вы спите, ну спите дальше, предприятие будет работать. То есть всем показывается, что только народ, то есть движение людей, активное движение людей, начинаются какие-то телодвижения. Ведь вы посмотрите, когда задерживали матерей, ВВС, когда 10 человек просто задержали, кто-то провел расследование? Никто не провел. Кто-то извинился? Никто не извинился. Татьяну Фесикову 5 экипажей, как особо опасного преступника, хотели задержать. Потом, когда еще в больницу ее везли, экипажи преследовали, хотели скорую останавливать. Вдумайтесь, люди, понимаете, это не фильм, это реалии. Если бы Татьяна Фесикова была виновна, допустим, то дальнейшие действия должны были быть. Если дальнейших действий нет, значит, если это была ошибка, должны понести наказание виновные люди. Ну, по закону так. Мы же в цивилизованном обществе, законом живем, но такого не происходит. По ОВД, вы посмотрите, полгода проверяли итальянскую справку, наконец-то они созволили в прокуратуру написать. Какого-либо заявления в органах Моисея, как? Второй день на ЧПБА выложили... Да, да, да. С Моисеем это вообще, вы посмотрите. А кто будет извиняться? Чтобы вы понимали, с Моисеем мы знаем, откуда звонки поступили, какие властные структуры между собой лбами борются. Все это мы знаем. Но мы надеемся, что все-таки... На второй или на третий... ЧПБА выложила эту информацию. А вот сейчас они не хотят выложить информацию, что это было ложное? Ну, то, что это подлог... Мы все понимаем. И у людей есть информация, есть записи разговоров, биллингов, и органов МВД, и КГБ, и людей, которые это подкидали. Все это есть. Но просто почему-то они не хотят обнародовать эту информацию. Почему? Ведь когда задержали Моисея, даже ПБТ показали. Я же говорю. А сейчас вот то, что это рассыпалось как карточный домик, нигде ничего не пишется. Хотя бы, чтобы отбелить вообще лицо православной церкви. Потому что везде декларировано, что Моисей работник храма. И был служебный автомобиль. Мы написали Российскую епархию, Белорусскую письмо, чтобы разобрались вопросы. Возможно, это и помогло. Но это очень серьезный вопрос. Для чего это было сделано? Потому что все знают, что Моисей с самого начала был в протестном движении. Но, возможно, они хотели еще таким образом надавить. Да, понятно. Поэтому то, что вранье идет, все должны понять, что завод, чтобы всем было мысль, завод не закрыт. Он работает. И это страшно. Пока не вывезут. Понимаете, вот все... Тут даже не то, что разговор уже оборудования идет. Но разговор идет, что отходы от производственной деятельности вывозят. Документы, которые подтверждают, что да, мы работаем. А ребятам, ну, все равно. Переналоги глаза. Вот аналогия по Светлогорску сейчас. Поступила команда запускать Светлогорск. Ну, вопрещание должны сделать вывод. Вообще, они готовы к этому, чтобы будет аккумуляторный завод? Ведь, смотрите, если посмотреть в Америке, есть очень... В Америке все данные есть. Если сказать так, атомная электростанция, если она в штатном режиме работает, это божий одуванчик по сравнению с аккумуляторным заводом. В Америке завод по производству ламп электрических, еще раньше, которые были, скажем так, вот там всегда говорили, вот у нас электроламповый завод. Так чтобы не было у никого иллюзий, значит, по американским исследованиям, 150 заводов, вот как у нас в Бресте, электроламповых, это один аккумуляторный. То есть аккумуляторные заводы везде закрываются, потому что это токсичное производство и очень вредное. И мы об этом не знаем, потому что нам эту информацию не доносили. А когда стали копаться в этом, ну, знаете, страшно становится. Посмотрите, пожалуйста, вот сегодня в Телеграм-канале и в Вайбер будет скинуть такой, скажем так, анализ по заводам в Америке. Где они работали, где они закрыли, почему закрыли и что там сейчас. И это Америка, где экономика номер один. Суды нормальные. Ну, я хочу просто провести аналогию с Америки, где достаточно средств и финансов для того, чтобы как-то помогать, как-то рекультивировать площадь. А там это такие затраты, что, ну, даже некоторым серьезным экономикам это не подняли. Вот и все. То есть люди, эти города остаются просто брошены. То есть причем не готовы просто все бросить и уехать. Ну, и я, допустим, не готов. Ну, слова президента успокоили народ. И они сейчас говорят, так он же не работает. И приходится говорить, что это ерунда, что туда люди ездят. Ну, вот Брестский облсполком, у меня такое ощущение, что он сейчас очень серьезно, еще больше, сильнее волну подымет. То есть люди осознают, что их обманули. А, ну, если любого человека обманывают, то есть у него играет самолюбие и вообще чувство, что как нас, почему меня обманули, когда идет речь о здоровье меня и моих близких. То есть они обратного эффекта достигнут. Только для чего они это делают? Не знаю, и самое интересное, идет просто саботирование, игнорирование распоряжения главы государства. А это серьезно. То есть либо была задача, просто на камеру сказали одно, а распоряжение им поступило другое, либо они настолько в этом погрязли, погрязли очень сильно, что они прекрасно понимают, что если они сейчас начнут в обратную сторону, их начнут либо садить, и будет та сторона, говорит, что, ребята, возможно, я не знаю точно, но Лемешевского за что взять? То, что раздавал денежные средства госслужащим. Других госслужащих взяли за то, что они не контролировали вывоз отходов зеленого оборота. Здесь происходит то же самое. То есть если бы не было людей, которые контролируют, кто бы остановил эти фуры вообще? Кто? Заметьте, уже АБ принял заявление о подделке документов. То есть сопроводительный паспорт на вывоз отходов, который был с фурой, и который нам предоставят для обозрения, они абсолютно разные. То есть идет подделка, и госструктура это как-то так, то есть это бельмо, это которое, ну, на глазу, которое все видят. Но примите меры, начните контролировать. Нет, полная бесконтрольность. И завод работает. А по исходным данным вот эти, которые тоже? Ты понимаешь, тут уже даже разговор неисходных данных. То есть даже самое простое. Губернатор сделал, дал распоряжение, все рапортовали, исполняется, исполняется. Ай-Пауэр показывает. А мы даже и не собирались его исполнять. Более того, мы даже отходы начинаем вывозить. Уже когда, считай, в сентябре месяце, когда уже после июня сколько прошло. И сам область-полкун сказал, что отходы только вот такие-такие есть. А где вот две фуры отходов? Когда, в какой период они произвозят? Отчего? У вас все под контролем? Вы на простые вопросы даже не можете ответить. Налицо бесконтрольность. А что по судам с фурой? Безконтрольным у них. Еще раз. Суды эти, фуры, что вывозили отходы, были какие-то? Нет, только, это же недавно только было. С 5-24 сентября еще как бы до судов далеко. О, еще тоже все органы даже еще не ответили. Нет, не было рассудов. Нет. А по поводу главного дела, по поводу справки итальянцев? Ну вот мы получили ответ о том, что они отдали в прокуратуру. И как бы они думают, что мы как бы успокоились. Нет, мы сейчас будем писать документы. Возможно, это опять такой хитрый манер. Мы отдали в прокуратуру, а прокуратура нам не дала сроки или не возбудила. То есть тоже такой вариант. Три сроки прошли, да? Ты помнишь, полгода несчастная справка проверялась. Потом перевод вдруг не могли сделать. Ну, на самом деле, это даже настолько же смешно, насколько страшно. То есть на лицо органы власти не могут контролировать ситуацию. А что может дальше прикрестить? Что-то дальше серьезное будет. Будут всем говорить, как при Чернобыльской аварии. Все хорошо, это пожар. А потом до сих пор еще сколько будут люди разгребать это все загрязнение, и как оно будет отражаться на поколениях. Поэтому ничего, к сожалению, не меняется. Дима, вот последний суд по поводу отклонения иска. Ну вот иск, айпауэр выставил иск тогда. Долго и упорно шли суды. Я не была на последнем заседании. Нет, там смотрите. Вы предоставили документы. Мы же от себя никакой... Мы все свои выводы, все свои музыки делаем на основании официальных ответов госструктуры. То есть на любое наше заявление, вот ответ госструктуры. Либо анализ, либо письмо официальное. И, соответственно, если они считают, что мы дискредитируем их, пожалуйста, вот госорганы обращайте к ним, почему они нам дают такие ответы. Ведь если бы у нас были полномочия, мы бы все зашли бы на этот завод. Ну и, наверное, мы бы уже не вышли, не разобрав его. Но мы бы сами его удостоверились бы. А так мы должны верить госструктурам, хотя они могут обманывать. Последние ответы, я не удивлюсь, что они просто обманывают. Целенаправленно, не целенаправленно, я не знаю. Ну на суде, на каждые... Вот она говорила, 27 там выражений. Вам пришлось документально доказывать? На каждые 27 там выражений и 40 мы предоставили документы. Конечно. Да, судья все это приняла. Ну конечно, это еще на первом заседании было, что судья посмотрела и все как бы... В интернете было, что бесплатно будет в экономическом суде ответчикам по поводу закрываем... Вы знаете, меня больше насторожил вопрос по Свердловской области, что ветеринария Свердловской области, информацию, которую получила из Головного управления Рослипоснадзора по поводу мяса и молока Сбридской области, будет сейчас очень брать на контроль. То есть, они-то не эти ребята, которые будут заниматься отписками, они реально будут защищать свое здоровье. И мне очень не хотелось бы, чтобы из-за какого-то... Знаете, как Черчилль, где он засранец, но это наш засранец. Мы потеряли экспортную составляющую номер один Брестского региона. Это ударит по наполняемости бюджета и по налогам. Почему вот эти ребята это не понимают, ничего не делают? Для меня... Команды, наверное, нету? Команды нету. Либо мозгов не хватает. Романтир не понимает.